ЛИБЕРАЛЫ Ольги Васильевой. Поводом стало принятие нового выдержавно-ориентированного образовательного стандарта по русскому языку и литературе. Против Васильевой по команде высшей школы экономики выступили некие подписанты во главе с ректором ВШ Ярославом Кузьминовым и одним из главных идеологов разрушения традиционной системы образования Александром Осмоловым. Вчера к ним присоединились ректоры и еще двух вузов, сделавших состояние на реформе образования. Общественность в лице Гражданского комитета возрождения образования и науки выступила в поддержку министра. Однако аппаратный вес птенцов ВШ, поддержанных системными либералами в органах власти РФ, гораздо больше. Поэтому без массовой поддержки министра со стороны педагогической и родительской общественности у нас есть шанс в ближайшее время получить вместо Васильевой очередного фурсинга с его мечтами воспитать потребителя. Как уже рассказывала Катюша, на днях Ольга Васильева заявила о разработке революционного ВГОСа по русскому и литературе, призванного вернуть нас к лучшим традициям русской, советской, школы. Суть его заключалась в том, чтобы вернуться к утраченному благодаря фурсингам единому образовательному пространству, унификации учебников, единым критерием для оценки результатов освоения учебного предмета. Русская культура, русская литература, русский язык называется в представленном командой Васильевой ВГОСа абсолютными ценностями, кроме того, стандарт уделяет первоочередное внимание осмыслению национально-культурной идентичности ребенка, воспитанию патриотизма, а также необходимости изучения литературной классики вместо любимых деятелями из вше Людмилы Улицких. Оппоненты Васильевой во главе с мужем председателя Центробанка, ректором высшей школы экономии Ярославом Кузьминовым и главным реформатором образования Александром Осмоловым тут же перешли в контратаку, распространив по СМИ явно заготовленные заранее письмо неких 800 подписантов из вше, раэ, фира, психфака МГУ против нового ВГОСа. Суть этих писаний сводилась к причитаниям по поводу того, что инициатива Васильевой сведет на нет все их достижения последних лет, что, кстати говоря, во многом является правдой. И слава богу, скажет большинство нормальных педагогов, которые устали от Осмоловской вариативности индивидуальных траекторий развития. Но Осмоловы, Кузьминовы и прочие фурсинки так не думают. Для них даже частичное наведение порядка в том бардаке, в который они превратили начальное и среднее образование, где детей не учат думать и не воспитывают, а просто натаскивают на ЕГЭ, это смерть. Просто потому что их не поймут заказчики и кумиры из транснациональных корпораций, стремящиеся не допустить возрождения России и закрепить за ней нынешний полуколониальный статус. За минувшие десятилетия секта неолибералов выстроила жесточайшую систему, которая гарантированно защищала ее от бунтов снизу. Простой педагог или профессор, получающий 28 тысяч рублей в месяц, уже давно не смеет иметь своего мнения, отличного от мнения поставленного над ним эффективного менеджера в виде ректора или директора. Зарплата ректоров ведущих вузов доходит до 1,5 миллиона рублей, что превращает их в представителей совершенно иного сословия. Но тут система дала сбой, в Миноборнауке произошла революция сверху, на либеральную монополию промывать мозги русским детям покусились не отдельные герои-педагоги и не родители, а сама министра образования. Этот удар был для господ вроде Осмолова посерьезней, чем неудачная попытка Васильевой отбить уроки секс-просвета зимой этого года и даже больше, чем слив в сети компромата на одного из главных идеологов вше, Исака Фрумина. И они решили сносить Васильеву. В ход пошла тяжелая артиллерия. На призыв Кузьминова и Осмолова откликнулись советник президента и один из могильщиков российского образования Андрей Фурсенко и ряд ректоров-либерал-глобалистов. В частности, ректор МПГУ Игоря Моренко и любящий выдавать себя за друга президента. На самом деле, как говорят знающие люди, просто хороший знакомый премьера Дмитрия Медведева, ректор СПБГУ Николай Кропачев. Эти деятели вместе с упоминавшимся Геном Кузьминовым написали Васильевой алармистское письмо с предложением включить своих экспертов в комиссию по разработке новых ВГОСов. В ответ на этот накат представители педагогической и родительской общественности решили организовать письма и прочие акции в поддержку Васильевой. Совет Гражданского комитета возрождения образования и науки распространил открытое обращение в поддержку министра. Помимо подписавших обращения академиков и профессоров, это обращение, озвученное вчера на круглом столе в защиту русского языка, проходившим в рамках форума православной общественной в Петербургском СКК, поддержали ряд заметных деятелей культуры, Русской Православной Церкви и общественных объединений, в частности, Институт общественного полномочного по защите семьи ИАРКС. Как сообщает сайт Министерства образования и науки России, сегодня, 28 марта, завершаются внесения предложений по доработке проекта Федерального государственного образовательного стандарта, ВГОС. Надеемся, что Ольге Юрьевне все-таки удастся настоять на своем и спасти образование наших детей от системных либералов. Андрей Цыганов, Рия Катюша